Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий. И вашему вниманию представляю веб-касс, который называется функция Power в Microsoft SQL Server 1008 R2. В частности, функция Power это скорее функция Transact SQL и весь веб-касс будет посвящен ему. Если вы совсем не знакомы с Transact SQL, я бы рекомендовал посмотреть мою подборку веб-кассов, которая называется выборка данных в Microsoft SQL Server 1008 R2. Их 8 частей. Это не обязательно материал для сегодняшнего веб-касса, но какое-то представление он вам, разумеется, даст о Transact SQL. Проходить наш веб-касс по большей части будет на компьютере SQL 03. Это такой достаточно стандартный сервер под управлением Microsoft SQL Server 1008 R2 Enterprise, ну, разумеется, с последним первым серверспаком. Итак, что же из себя представляет функция Power? В общем-то, функция Power возводит число в степень, ну и для этого необходимо ей подать число и степень. Давайте это все посмотрим. Откроем SQL Server Management Studio, подключимся к нашему серверу, создадим запросик. Ну и чтобы посмотреть, самый простой вариант это Select Power, указываем наше число, пусть это будет 5, и указываем степень, в которой хотим возвести. 5 получаем, 125. Все достаточно просто. Для того, чтобы проверить, ну, возьмем что-нибудь совсем простое. 2 в 5, например, получим 32. Вот. Таким вот образом все достаточно просто. Выглядит все это легко, можно представить. Давайте посмотрим, как это работает в самой базе данных, и попробуем написать свою собственную функцию, которая будет делать то же самое. Для этого я буду использовать свою базу данных Nerf Accounting. Давайте напишем процедуру, ну, давайте создадим эту функцию, назовем ее MyPower, допустим. Так, Create Function. Объявляем создание функции. Давайте здесь поставим Go, это будет правильно. Указываем имя функции, это будет MyPower. И у нее будет пара входных значений. Во-первых, это наше число, которое мы будем возводить в степень. Ну, пусть оно будет типа Integer. И, во-вторых, это степень, в которой мы возьмем, пускай это будет I. Тоже тип Integer. Закрываем скобочки, и возвращать оно будет значение в формате Integer также. Так, начинаем, собственно, нашу функцию. Если есть слово Begin, то оно однозначно будет заканчиваться словом End. И в конце поставим Go. Итак, что у нас будет делаться в рамках? Во-первых, мы определим еще одну переменную. Это будет, коли все маленькие, все будут маленькие. Допустим, переменная B. У всех будет одинаковый тип, чтобы нам не приходилось мучиться с превращением типов одного в другой. И еще нам потребуется еще одна переменная, но назовем ее K. Тоже будет тип у нее Integer. Все это мы сделали. Теперь необходимо задать значение по умолчанию для K. Она будет равно 1. И задать значение по умолчанию для B. Она будет, получается, равна нашей переменной A. Так вот сделаем покрасивее. С этим все. И теперь начинаем цикл While. Пока у нас будет переменная K меньше, чем переменная I, мы будем делать наш цикл. Цикл начинается с фразы begin и заканчивается фразой end. Расставили. И теперь, что делается в рамках нашего цикла. Во-первых, set наша переменная B будет равна самой себе умноженной так вот сделаем сразу умноженной на переменную A, то есть на входное число. И для того, чтобы шаги нашего цикла считались, мы укажем, что переменная K будет равна сама себе и к ней будет прибавляться еще единичка. Таким вот образом все это сделали. Выполним. А, что я забыл? Я забыл сделать функцию возврата. Так, укажем, что будет возвращать. Будет возвращать переменную B. Так, создаем. Все, создана успешно. Для того, чтобы проверить, можно ее вызвать. Она у нас сохранится вот здесь вот. Вот он наш MyPower. Открываем, подаем первое значение типа Integer. Это будет собака A. И затем второе значение. Допустим, возведем в квадрат. Посмотрим. Получается 25. Ну, или давайте там, скажем, возведем 2 в 8. Получим 256. Вот так вот все достаточно просто. Ничего сложного там нет. Мне кажется, подобную функцию. Сможешь написать любой. Ну, а так как каждый раз ее писать неудобно, она уже есть по умолчанию. То есть вам достаточно набрать скажем, 2 в 9. И вы получите свои 512. функция Power не нова. Она присутствует довольно давно. Ну, и для примера. Давайте посмотрим, как она работает в Microsoft SQL Server 2005 Enterprise с четвертым сервиспаком, также 64-битным. Так, перейдем на машинку SQL 01. Откроем SQL Server Management Studio. Здесь 2003 Windows, кстати сказать, тоже 64-битный. подключимся к нашему серверу. И напишем новый запрос вообще вне баз данных. 2.9, например. Вот, пожалуйста, точно такой результат в 512 можем добиться при помощи Power уже в 2005 SQL Server. Точно так же все будет работать и в 2000, разумеется, если вы его еще используете. Но, наибольший интерес, разумеется, для нас представляет последняя версия. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, материал окажется для вас полезным, что-то новое, может быть, вы для себя узнаете. Ну, а если есть какие-то вопросы, пожелания, присылайте их мне на электронный адрес лебедифьюри собакогмейл.ком Больше материалов есть у нас на сайте, ну, а также все новости и подписка на них у меня в блоге на лебедифумблокспот.ком Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и занимайтесь транзакт SQL.